Уважаемые коллеги, всем привет, с вами команда InvestFuture, я Кира Юхтенко, говорим о перспективах доллара на неделю вперед. Итак, жаркий август принес нам довольно много любопытных новостей и, конечно, самое главное, самое опасное из них для российского рубля, это новость о законопроекте о новых антироссийских санкциях, который был внесен в Конгресс США 2 августа. Давайте коротко разберемся, о чем там идет речь. Во-первых, возможны запреты на контакты с российскими энергетическими компаниями, в частности, это коснется импорта российского урана западными партнерами. Второй момент, это дополнительные санкции против российских бизнесменов-политиков, но этим нас уже, казалось бы, не удивишь. Американцы задаются острым вопросом, является ли Россия спонсором международного терроризма, и вот якобы на эту тему должны быть подготовлены специальные документы, которые могут привнести какое-то количество сенсаций или нет. Американцы также хотят увидеть доклад об активах и состоянии президента Владимира Путина, что, безусловно, тоже всех интересует. Но, конечно, для российского рубля самое важное, это вопрос с инвестициями в российский госдолг. Уже не первый месяц эта история обсуждается. Что здесь у нас есть в новом законопроекте? Предполагается, что санкции на ОФЗ действительно могут быть наложены, но коснутся они только новых выпусков российских гособлигаций. А действующего ОФЗ инвесторам, по всей видимости, распродавать не придется. Буквально накануне анонсирования нового законопроекта аналитики Сетибанка представили свои прогнозы относительно того, как новые санкции могут повлиять на курс рубля. У них оценка такая. Если бы санкции коснулись уже действующих ОФЗ, то есть всех выпусков облигаций, то российский рубль мог бы потерять 15% за несколько недель. И относительно текущего курса мы получили бы курс в 73 рубля за одну единицу американской валюты. Достаточно резкое подражание. Но такая жесткая версия пока не рассматривается, поэтому не будем слишком сильно переживать. Однако аналитики Сети полагают, что рубль в текущих условиях, когда запрет может быть введен, надеюсь, на новые выпуски ОФЗ, рубль может подешеветь на 5%. И в результате мы получим курс 66 рублей за одну единицу американской валюты где-то в ближайшие недели. Вот этот пакет санкций пока не принят. Он будет обсуждаться и, по всей видимости, будет утвержден окончательно до ноября, когда пройдут промежуточные выборы в американский конгресс. Поэтому осень обещает быть довольно жаркой и насыщенной для российского фондового рынка и для российского рубля. Что еще? У нас, конечно, в фокусе остается история с Федеральной резервной системой. Она заседала 1 августа. Как и ожидалось, процентную ставку повышать не стали. Она осталась в диапазоне 1,75-2%. Любопытно, что за несколько недель до заседания ФРС Дональд Трамп позволил себе высказаться оценочно о политике американского Центробанка. Это, в принципе, довольно редкое явление. В США это не принято. ФРС действует как достаточно независимый от политических течений орган. Но Трамп заявил, что, по его мнению, повышение процентных ставок это не есть хорошо. Дословно, я не в восторге, заявил президент Трамп. Так как он считает, что повышение ставок мешает тем усилиям по ускорению экономического роста, которые предпринимает американское правительство. Такая вот любопытная ремарка от харизматичного американского президента. Ну и кроме того, 3 августа, в пятницу мы получили данные по американскому рынку труда. Non-farm payrolls намного хуже прогноза. Всего лишь 157 тысяч по итогам июля. А вот по итогам июня у нас NFP составило 248 тысяч. Довольно поразительное различие. Я напомню, что NFP это данные по количеству новых рабочих мест в частном секторе США. Эта статистика очень важная. Инвесторы со всего мира ее регулярно отслеживают, чтобы понять, какой динамикой развивается американский рынок труда. Восстанавливается он или наоборот сокращается. Но мы видим, что прирост есть, однако он достаточно незначительный. Хотя безработица в США остается на практически рекордно низком уровне, ниже 4%. И в целом мы можем сказать, что американский рынок труда достаточно здоров. Почему это важно? Потому что сильный рынок труда это необходимая платформа для того, чтобы ФРС продолжил повышать процентные ставки. Вот любопытный прогноз, кстати, от аналитиков ВТБ Капитала. Долгосрочный, они на этой неделе написали, что ожидания финансовых рынков относительно того, какими темпами ФРС будет повышать ставку, существенно отличаются от прогнозов самой Федеральной резервной системы США. То есть если переводить это на человеческий язык, цена активов не учитывает то направление и тот темп повышения ставки, который выбрал для себя ФРС. Наверное, все равно непонятно получилось. В общем, активы в своей цене не учитывают планов Федрезерва. Вот, надеюсь, что немножечко пояснее выразилось. И, соответственно, как предполагают аналитики ВТБ Капитала, в 2019-2020 году американский доллар в связи с этим может достаточно резко вырасти, в том числе и по отношению к российскому рублю. То есть Федрезерва будет ставки повышать быстрее, чем рынок на это рассчитывает. В результате мы увидим оттоп капиталосвивающихся рынков резкий, продолжительный и укрепление американской валюты. Вот такой вот прогноз. Ну и из других еще фундаментальных факторов пару слов о нефти. Здесь у нас в целом пока сохраняется такой осторожный дефицит. Несколько месторождений в Северном море сокращают добычу из-за разных факторов. Там и забастовки рабочих, там и геополитические разнообразные факторы, и аварии. И в связи с этим предложение нефти сокращается. И это, в принципе, для нефтяного рынка неплохой фактор. Даже посыпались такие осторожные прогнозы относительно того, что нефть может подорожать аж до 90 долларов в 2018 году. Ну пока хор таких вот оптимистичных аналитиков звучит довольно неуверенно. И есть и факторы, которые для нефти не очень хорошо звучат. И здесь в первую очередь мне не нравится новость о том, что Российская Федерация в июле нарастила добычу до рекордных уровней с 2016 года. То есть это те уровни, которые предшествовали той самой знаменитой сделке ОПЕК по заморозке нефтедобычи. То есть вроде как мы декларируем готовность сокращать добычу, прилагать совместные усилия, чтобы стабилизировать цену. Но тем не менее Россия достаточно бодро наращивает добычу. И, в общем-то, учитывая, что мы действительно крупные производители нефти, наш вклад заметен, то новость для нефтяного рынка такая не очень приятная. Теперь давайте посмотрим на графики и поищем ответы на наши вопросы там. Друзья, у меня к вам вопрос. Вы заходили на сайт investfuture.ru? Если вы этого еще не делали, очень вам рекомендую к нам наведаться. И если вы уже нашим ресурсом пользуетесь, то напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам нравится, что не нравится, какие у вас есть пожелания, может быть, какие-то сервисы нужно добавить или улучшить. Нам очень важна наша обратная связь, поэтому напишите, пожалуйста, свой фидбэк. На дневном графике пары американский доллар-российский рубль мы видим, что у нас продолжает формироваться очень такой складный симметричный треугольник. И мы на минувшей неделе подобрались к отметке 63,5 и остаемся по-прежнему ниже ключевого уровня сопротивления на отметке 64. На дневном графике у нас с вами нарисовалась бычья модель, которая называется 3 inside up по-английски. И она нам сигнализирует, что рынок готовится к тому, чтобы двинуться наверх. Ну, конечно, мы не можем с вами точно предсказать, когда это произойдет, но, на мой взгляд, рынок, в принципе, уже набрал достаточно топлива для того, чтобы совершить более резкий рывок. Тем более, что и фундаментальные новости у нас вот дозревают. Снова растет геополитическая напряженность, санкционные вопросы. Это действительно готовит такую благодатную почву для скачка американской валюты. Если посмотреть на недельный график, то мы видим еще раз вот тот же самый треугольник и пробой выше отметки 64, как я уже говорила, повторю еще раз свой прогноз среднесрочный, открывая дорогу на отметку 66-68. Вот это вот важный целевой уровень, который вполне достижим уже в августе 2018 года. Не берусь прогнозировать, что это произойдет именно на следующей неделе, но, тем не менее, общее направление становится все более и более, на мой взгляд, очевидным. И на график нефти марки Brent давайте тоже взглянем. Здесь интересная ситуация. Посмотрите, я выделила желтым маркером фигуру двойная вершина, которая у нас формируется на дневном графике. То есть вот она, первая вершина, вторая вершина. Линия шеи пролегает на отметке 72,5. Мы видим, что мы ее протестировали. Небольшой пошел откат наверх. И сейчас вот у нас есть такой очень важный вопрос. Закроемся мы выше отметки 72,5 или нет? Если рынок действительно закрепится, то очень вероятно более резкое снижение цен на нефть, несмотря на вот те оптимистичные прогнозы, которые я упоминала чуть раньше в этом видео. Если мы закрепимся ниже отметки 72,5, то будет логично ожидать снижение в районе отметки 62 или, может быть, даже ниже в ближайшие несколько недель. Вот такова техническая перспектива нефтяного рынка. Ну что ж, друзья, я поделилась с вами самыми свежими новостями с финансовых рынков. Ставьте лайк, если вам было полезно и интересно. Пишите в комментариях, что вы думаете о перспективах российской экономики, о перспективах цен на нефть, ждете ли вы кризиса, девальвации рубля в ближайшее время и какие инструменты для инвестирования вы бы выбрали в текущих условиях. Давайте обсуждать и подсказывать друг другу, возможно, какие-то полезные советы. Я напоминаю, что вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски наших видеороликов. Ну и до новых встреч через неделю в нашем еженедельном прогнозе. С вами была команда проекта InvestFuture. Меня зовут Кира Юктенко. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»